Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Областная столица готовится к новому отопительному сезону. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция теплотрасс в разных районах города. Новый порядок погашения долгов по потребительским кредитам, сокращение срока по завершению исполнительного производства и другие нововведения. Как с июля изменится жизнь должников? 2 июля в мире отмечают День НЛО, где в Самарской области происходят мистические явления, какие тайны связаны с Самарской лукой. Самара в движении, где в областной столице можно все лето бесплатно заниматься спортом. Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко и другими главами субъектов летнюю здравительную кампанию. Особое внимание вопросам организации качественного питания детей, доступности спортивной и культурной инфраструктуры, патриотического воспитания, обеспечения безопасности. Губернатор рассказал, что в Самарской области в детских лагерях отдохнут более 120 тысяч ребят. В будущем региональную поддержку этого направления увеличат. Будут приводить в порядок детские оздоровительные центры, увеличат финансирование на обеспечение детей бесплатными льготными путевками. Ранее Вячеслав Федорищев принял решение увеличить на 10 тысяч количество путевок для детей в трудной жизненной ситуации и наиболее нуждающихся. Оценили ход работы по замене теплосетей. Самара продолжает готовиться к зиме. В этом сезоне работы запланированы на 24 объектах общей протяженностью почти 15 километров. Глава города Елена Лапушкина проверила, как ведется ремонт на самых крупных объектах. В выездном совещании приняли участие руководитель теплоэнергетической компании, представители подрядных организаций и профильных ведомств. Подробности расскажем далее. На улице Блюхера в этом году меняют почти километр теплотрассы диаметром трубы 1000 миллиметров. Работы по площади занимают почти всю ширину проезжей части улицы. Это один из самых крупных и сложных объектов этого сезона, рассказывает директор организации заказчика. По его словам, перед подрядчиком стоит задача создать условия для нормального передвижения людей, обеспечить доступ к объектам инфраструктуры в границах проведения работ. А для жителей домов сделано все, чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоносителей в их квартиры. Объект сложный, опять же говорю, в стесненных условиях. Но хочу отметить, что даже при таком большом диаметре на сегодняшний день нет ограничений потребителей в части обеспечения ГВС. Мы на всех объектах предусматриваем временные трубопроводы, обеспечивающие циркуляцию системы горячего водоснабжения. Потому что, сами понимаете, работа длительная, несколько месяцев. Отключать потребителей и оставлять их без ресурса – это в настоящее время недопустимо в моем понимании. В границах улиц Авроры и Ивана Булкина в этом году перекладывают теплотрассу длиной почти 300 погонных метров. Диаметр трубы – 500 миллиметров. На сегодняшний день здесь уже приступили к монтажу нового трубопровода. Еще одна локация, которую осмотрели – ремонт степлосетей на проспекте Кирова, пересечения с улицей Старозагора. Здесь, как и на других точках, работы ведутся в соответствии с графиком. Перед подрядчиками стоит задача завершить все работы на объектах в короткие сроки. «Окончание работ в тех местах, где у нас школьники и дети пойдут 1 сентября в школу, поэтому тут особое внимание. Плановый срок окончания работ – 15-20 августа здесь ставится. На других объектах немножко попозже». После завершения работ на каждом объекте перед подрядчиком стоит задача полностью восстановить благоустройство территории. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. После завершения осмотра работ по перекладке теплосетей глава города Елена Лапушкина встретилась с гражданами. Ранее они направляли обращения в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева через соцсети. С какими проблемами столкнулись самарцы и какие пути решения были найдены – расскажем в нашем сюжете. Затопленный подвал и неприятный запах в подъезде. Жители дома номер 9 по улице Олимпийской обратились к вриу губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой помочь разобраться с постоянными засорами канализационной трубы в доме. «У нас там насос, у нас там теплоузел, все это в воде, все это гниет, мухи, тараканы и все подобное. В доме живут дети, инвалиды, участники СВО, обычные жители, которые всем этим дышат». По словам жильцов, коммунальные службы неоднократно приезжали на вызов и вычищали засор. Вода уходила, но только ненадолго. Спустя время подвал дома снова заполняется нечистотами. Чтобы разобраться в проблеме и найти варианты решения, с жителями встретилась глава города Елена Лапушкина. «Попросим компанию провести гидропробывку всей сети от вашего подвала до колодца и запустить робота, который посмотрит, что же там внутри в трубе происходит. Либо эта труба переломалась, либо какая-то трещина, либо сместилась труба». Участие во встрече приняли представители управляющей компании и городских профильных служб. «Задача поставлена, чтобы провести телеметрию всей канализационной трубы. Просто они берут короткий участок, его, естественно, чистят. Дальше, видимо, засор происходит где-то в более далеком месте. Поэтому задача поставлена в ближайшее время провести телеметрию, проверить качество труб внутри». В Советском районе жители обеспокоены состоянием дороги на Измайловском переулке, где ранее уложили новый асфальт, а теперь меняют теплосети. «Восстановят ли дорогу после завершения работ?» С этим вопросом жители обратились к в РИО губернатору Вячеславу Федорищеву. На встрече с жителями глава города и руководитель профильного департамента заверили, что благоустройство будет восстановлено. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В столице региона прошло еженедельное совещание Департамента городского хозяйства и экологии. Основные вопросы – продолжающийся ремонт дорог и перекладка труб. Также в профильном ведомстве обсудили подготовку города к масштабным фестивалям. В ближайшее время планируется проведение мероприятий в Струковском саду и в старой части города. Это Грушинский фестиваль, подготовка к Иволге и плюс текущий вопрос, который поднимают сами, в том числе и управляющие компании, а также заместитель глав районов. Напомним, в этом году Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в непривычном формате. В Струковском саду 6 июля будут работать тематические площадки, а вечером в Самарской государственной филармонии состоится галоконцерт. В России скорректировали порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Изменения уже вступили в силу. Также с этого месяца приставы будут обязаны прекращать исполнительное производство по выплаченным долгам в максимально короткий срок. Подробнее о законодательных новеллах расскажет Светлана Кудрявцева. В России на законодательном уровне установили порядок уплаты задолженности по потребительским кредитам. Теперь взыскивать будут в первую очередь суммы долга по процентам и телу кредита, а уже потом неустойку. Существовала система, когда в первую очередь банки, микрофинансовые организации, они сумму задолженности включали в первую очередь пение штрафа за просрочку, потом уже сумму задолженности и потом текущий платеж. И это приводило к тому, что пении просто росли к геометрической прогрессии, и человек не мог оплатить основную сумму долгу, потому что он не мог справиться с штрафными санкциями. Теперь порядок следующий. Сначала уплачивается задолженность, потом текущий платеж, а только потом уплачиваются пении и штрафы. И таким образом, конечно, это должно сработаться на то, что заемщик быстрее и выгоднее для себя сможет погасить задолженность. Изменения связаны с высокой закредитованностью жителей страны. По данным Центробанка, к февралю этого года долг россиян перед кредитными учреждениями достиг рекордных 34 триллионов рублей, увеличившие за минувшие 12 месяцев на 27%. Именно поэтому Банк России с июля установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Если сумма долга у клиента более 50%, то есть если ежемесячные расходы по всем кредитам превышают половину доходов, то шанс получить новый кредит невелик. Также в стране изменился порядок получения рассрочки или отсрочки по уплате налогов. Долги до 50 миллионов рублей теперь рассматриваются в управление Федеральной налоговой службы, а заявления на большую сумму отправляются в инспекцию по управлению долгом. А ранее эта сумма была 10 миллионов рублей. И теперь, конечно, мы считаем, что это проще будет администрировать налоговую платильщику, попросить отсрочку для рассрочку, так как подавать ее нужно по тому месту, где она находится, а не в межрегиональную Федеральную налоговую службу по управлению долгом. И почему это важно? Потому что действительно бывают ситуации, когда рассрочка нужна. Компания может оказаться в трудном финансовом положении, и у нее будут признаки несостоятельности банкротства. Еще одно важное изменение для должников – срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов сократят с двух месяцев до трех дней, если есть бесспорные основания для прекращения. Например, когда задолженность погашена или у должника нет имущества. Ранее люди могли находиться в статусе должника длительное время. Исполнительное производство не прекращалось, с должников продолжали удерживать доход, запрещали выезд из страны, невозможно было получить статус банкрота. Я напомню, есть у нас два варианта банкротства для физического лица. Это пойти в арбитражный суд, подать соответствующее заявление, либо подать заявление о банкротстве в МФЦ при определенных обстоятельствах, указанных в законе. Так вот одним из оснований для того, чтобы можно было обратиться в МФЦ, является справка о прекращении исполнительного производства. И тут мы возвращаемся как раз к этому изменению. То есть приставы тянули, не прекращали, тем более у них и был двухмесячный срок. Ты не мог получить справку и, соответственно, ты не мог воспользоваться этим механизмом. С июля банки обязаны отвечать на поступающие в их адрес жалобы граждан и юридических лиц о нарушении прав, свобод и законных интересов. И не просто отвечать, а делать это быстро, в течение 15 рабочих дней. Если понадобится запросить дополнительные документы, срок на ответ увеличится максимум до 25 рабочих дней. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. В детсадах Самары 5 июля распределят свободные места на новый учебный год. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Распределение мест происходит автоматически. О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты детского сада. Электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен», что можно отслеживать на портале образовательных услуг. В течение 10 дней родители должны приехать, дать свое письменное согласие на зачисление. Традиции и обычаи делают семью сплоченной, укрепляют родственные связи и улучшают взаимопонимание между детьми и родителями. Одна из самых распространенных традиций – совместный ужин. Наши корреспонденты узнали у жителей Самары, должны ли все члены семьи собираться вечером за одним столом. Да, это тоже очень важно, потому что в конце вечера у детей есть очень много вопросов, с которыми родители могут помочь и объяснить. Главное, чтобы основные функции семьи сохранялись при этом. Можно выходить куда-то в кафе, вместе проводить время на природе, но вечером, к сожалению, у всех графики, неотложные дела, а еще что-то у детей секция, поэтому не надо на этом зацикливаться, надо просто жить дружно. Конечно, обязательно в этом и есть, заключается семья. А как же, как раньше, в старину-то все. Всей семьей садились не только за ужин и за обед, это обязательно, да. Семейный совет отсюда тоже, как говорится, идет. Обязательно, да. Ну, если есть такая возможность, но я не считаю это обязательным фактом, так как у всех разная работа, разные, как бы есть и сменная работа и так далее и тому подобное. Не обязательный факт, но желательный. Считаю, да, конечно. Прекрасно, когда все собираются за одним столом и ужинают вместе. Я думаю, что сейчас в современном мире мало времени, удается времени вместе проводить, а это совместный ужин, обед. Прекрасная возможность побыть вместе немножко. Я считаю, что иначе никак. Это же здорово, ежедневно быть вместе. Потому что все работают, а вечер – это как вариант побыть вместе еще больше, еще дольше. Обязательно. Мне кажется, это очень сближает. Думаю, да. Думаю, здорово, если это делается и за завтраком, и за ужином. В идеале, конечно, это бы было очень круто, это вместе собираться за ужином. Об этом, наверное, все мечтают. Ну, если есть такая возможность, то, конечно, хорошо бы. Целый день не виделись, вечером сесть всем поужинать, пообщаться, как прошел день, поговорить обо всем. Если вы верите в летающие тарелки и пришествие инопланетян, то сегодня не забудьте отпраздновать Всемирный день НЛО. Его еще называют Днем Уфолога. 2 июля в 1947 году в американской пустыне упал странный объект. Материалы дела были засекречены, но ходили слухи, что там разбилась летающая тарелка. У нас в Самарской области тоже есть места, где происходят мистические события. И даже работает музей, посвященный НЛО. Какие экземпляры в нем представлены и какие тайны с ними связаны в нашем сюжете. Самое мистическое место Самарской области – Жигулевские горы. На карте видно, что Волга огибает массив Жигулей по часовой стрелке. Этот участок реки, Самарская лука, представляет собой почти замкнутую петлю. И исследователи сравнивают его с электромагнитным контуром. А значит, полагают они, в центре контура возможно появление какого-то поля, пусть и неведомой нам природы. Местные жители рассказывают, иногда над Жигулевскими горами появляются миражи или распахиваются так называемые временные окна. Отмечается, что люди видели такие видения в виде церквей, китиш, град такой необычный, который возникал из ниоткуда и так же никуда и пропадал. Также были отмечены случаи, когда люди, допустим, выходили в Зольном, уходили и практически им казалось, что они где-то были недолго, там, может быть, час-два, а возвращались спустя три дня. По мнению уфологов, подобные окна распахиваются над Жигулевскими горами регулярно. Первое упоминание относится к X веку, когда здесь побывал арабский путешественник и летописец Ибн Фадлан. Он сделал вывод, что для местного населения картина в небе – заурядное явление. Голландский путешественник Арнелиус де Бруин своими глазами наблюдал мираж 12 мая 1703 года, когда проплывал мимо Самары. Сообщения о висящих над Волгой загадочных объектах, городах, замках можно найти у писателя-этнографа Леопольдова, жившего в XIX веке. Что касается самарцев, то они к вероятности существования НЛО относятся скептически. Ну я теперь знаю, когда что можно в Жигулевске посмотреть. Нет, мне повезло туда попасть. Ну если вдруг, то я сообщу. Слышала, мы там даже были в селе Аскулы, искали там НЛО. Кроме поля ничего не нашли. Ну это интересно, наверное, для привлечения туристов. Но как бы не верим. Ну это как сродни городским легендам, мне кажется. Нет, не верю. Очень интересно. Но я ни разу не видел. Ну я был, конечно, на Самарской луке. Видел пару звезд падающих. Но ничего похожего на НЛО я не видел. Да нет особо, слава богу. Ну считаю, что это не доказано и скорее всего такого нет. У нас достаточно в этом, я думаю, сфере развита. Вот это, как оно называется, прием сигналов каких-либо, мне кажется, уже об этом знали. Самарские уфологи, изучающие таинственные явления, открыли в Жигулевский музей уфологии. Он разместился в музейно-выставочном комплексе «Жигулевская мозаика». Здесь собраны материалы об аномальных явлениях, происходящих в Самарской области. Представлены информационные стенды, макеты снежного человека, инопланетянина и летающие тарелки. Это один из залов Жигулевской мозаики. Посвящен он уфологии. Открыт благодаря тольяттинским энтузиастам, которые занимаются данной непризнанной наукой. Здесь представлены у нас такие карты с аномальными зонами, которые встречаются по всей Самарской луке. Самарская лука, вот здесь даже отмечено Тольятти. Вот видите, у нас здесь тарелки, это значит, там видели какие-то неопознанные шары, такие круги на полях, возможно, даже тоже бывали в этих местах. По мнению уфологов, сотни миллионов лет назад на территорию нынешней Самарской луки упало крупное небесное тело. После его удара поднялись Жигулевские горы, а Волга, изменив русло, стала их обтекать. Метеорит привез сюда много полезных ископаемых, в том числе рядкоземельных металлов. Эта геомашина генерирует целый сгусток силовых полей – электромагнитного, гравитационного, биологического. Если бы какая-то развитая внеземная цивилизация захотела обустроить на нашей планете базу с приемопередающим устройством, лучшее место, чем Самарская лука, по мнению уфологов, ей было бы не найти. Традиционно летом в областной столице проходит физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». На четырех открытых локациях проводятся бесплатные занятия с профессиональными тренерами из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Теннис, бокс, волейбол и футбол – это далеко не полный список видов спорта, которые можно попробовать в рамках акции «Самара в движении». Елена Юлина и ее дочь Ирина Пироженкова ходят на занятия «Третий год». Рассказывают, что о бесплатных тренировках с профессиональными инструкторами узнали случайно и решили сходить. Понравилось, поэтому каждое лето ждут с нетерпением, чтобы поскорее заняться спортом на открытом воздухе. Любимыми направлениями у Елены и Ирины стали силовые тренировки – стретчинг, зумба и сальсейшн. А любимым местом для занятий стала городская набережная. Потому что здесь Волга, закат, музыка – классно. Зимой обычно вспоминаешь самые приятные моменты, которые были за лето. Я поймала себя на мысли, что я вспоминаю не отдых, который я куда-то поехала за территорию Самары, а именно вспоминаю вот эти тренировки на набережной. Все тренировки проходят на оборудованных спортивных площадках. Для того, чтобы присоединиться к занятиям, нужно лишь желание, а коврики и другие атрибуты предоставят организаторы. Профессиональные инструкторы из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий помогут провести вечер активно и интересно. Дарина Надь ведет тренировки по зумби и сальсейшену. Этими направлениями она стала заниматься около пяти лет назад. Рассказывает, что раньше принимала участие в Самаре в движении, как гость. А теперь сама тренирует всех желающих. Мне кажется, это о заботе и любви к людям. И о пропаганде здорового образа жизни. Самое главное, что зумба и сальсейшен подходят абсолютно для любого возраста. Поэтому берите всю свою семью. Попробовать себя в новых видах спорта можно до 31 августа на одной из четырех локаций. Набережная, площадь Куйбышева, парки Гагарина и 50-летие октября. Занятия проходят ежедневно с пяти до девяти вечера. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Футбольный клуб «Акрон» продолжает активную летнюю трансферную кампанию. Укрепляет состав и хоккейный клуб «Лада». А все теннисистки из Самарской области успешно стартовали на Уимблдоне. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футбольный клуб «Акрон» продолжает укреплять состав перед стартом в российской премьер-лиге. Накануне команде присоединились еще два игрока. Воспитанник «Спартака» Салтмурат Бакаев. Полузащитник играл и в первой лиге, и в РПЛ, выходил на поле и в Еврокубках. Последним его клубом были «Казанский Рубин» и «Московская Родина», где он выступал на правах аренды. Также в «Акрон» перешел еще один воспитанник «Спартака», но уже сербского, из города Субботица. Алекс Джурасович. В сербском чемпионате опорный полузащитник провел 114 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Состав хоккейного клуба «Лада» пополнил американский нападающий Энтони Грекко. С ним заключен контракт на один сезон. Большую часть карьеры Энтони провел в клубах АХЛ, второй североамериканской лиги. Но дважды выходил на лед и в матчах НХЛ, по разу за «Флориду Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Последний сезон он провел в чемпионате Швеции. В 37 матчах набрал 15 очков. В Великобритании стартовал «Умблдон», один из четырех самых престижных турниров теннисного тура, входящий в состав «Большого шлема». На травяных кортах сражаются и уроженки Самарской области. Анастасия Павлюченкова в первом раунде переиграла американку Тейлор Таузенд. И если в первой партии пришлось побороться, то во второй Анастасия победила без особых проблем. 7-6, 6-1. Во втором раунде Павлюченкова сыграет с китаянкой Джу Линь. А вот Дарья Касаткина одну китаянку уже выбила из турнира. Джан Шуай не смогла навязать борьбу 12-й ракетки мирового рейтинга. Дарья неожиданно начала с двух проигранных геймов, но затем она взяла следующие 12 из 13. Победа 6-3, 6-0. В 1-32 финале Касаткина сыграет против британки Юрика Миядзаки. Самая сложная соперница в первом раунде была у Дианы Шнайдер. Она сыграла против Каролины Плишковой из Чехии. Матч получился тяжелым. Диана уступила в первой партии, но показала характер и смогла завершить игру в свою пользу, хотя была в нескольких розыгрышах от поражения. 4-6, 6-4, 7-5. Во втором раунде Шнайдер сыграет против Слоун Стивенс из США. Это будет их первая личная встреча. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 3 589 жителей Самарской области подали заявки, чтобы присоединиться к команде развития региона. По поручению Вячеслава Федорищева была создана программа для формирования кадрового резерва, в которую может войти любой желающий, обладающий необходимыми навыками. Одно из условий – желание участвовать в развитии Самарской области. Прием заявок продлен до 5 июля включительно. Для этого необходимо заполнить анкету на портале кадросфера, пишет телеграм-канал Вести с Дворянской. Телеграм-канал Советского района пишет, что один из самых верных способов освежиться в жару – сходить на речку. Этим летом в Самарской области планируют открыть 35 пляжей. 20 из них уже функционируют. Купаться там безопасно для здоровья. Вода и песок соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщили специалисты областного управления Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. 4 июля в 18 часов в Доме культуры Победы пройдет театрализованная игровая программа для всей семьи «Праздник русской березки» от Театра Чунга-Чанга. Это будет вечер с интересными играми, знакомство с традициями русского народа и многое другое. Вход свободный, информирует телеграм-канал Промышленного района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»